Блогер и режиссер Армен Григориан задержан за публичное унижение национального достоинства граждан. Данную информацию приводит Служба национальной безопасности Армении. По версии СНБ, в одном из интервью Григориан унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской областей, поставив под сомнение их национальную принадлежность. В суд уже представлено ходатайство об аресте Григориана. В одном из своих интервью режиссер заявил, что жители горных районов чистокровные армяне, а жители долин, полукровки и наполовину турки. Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили один блог, который возглавлял Роберт Кочарян. В него входили Дешнак Цутюн и возрожденная или возрождающаяся Армения, и назывался этот блок Армения. Вот это интересный момент, на него я хочу обратить ваше внимание в связи с тем, что он показывает нам наглядно, как именно формировался наш народ. Каким образом мы, как народ, появились вот такие, какие мы есть. Мы не всегда такими были, понимаете. Многие люди простые думают, что 2000 лет назад и сегодня армяне определяли по одним и тем же критериям. Но это не так. Критерии менялись. Из региона Армения попытались сделать государство, христианское государство Армения, а армянами назвать всех христиан, которые в этом регионе обитали. То есть, это были не только представители армянской веры. Это были, я уже рассказывал об этом подробно, и Яковиты, и Марониты, и Сирийцы. То есть, абсолютно все христиане восточного обрета, не католики, которые там находились, их называли армянами. И, кстати, в этом процессе очень активное участие принимала партия Дашнак Цутюн. Именно они работали над тем, чтобы отделять на территории Турции, отделять правильных армян от неправильных. И таким образом, так сказать, критерии они установили очень простые и понятные. И, кстати, Дашнак Цутюн никогда этого не скрывали. Фильмы об этом сделаны. Критерий был один. Чтобы быть армянином, мало было проживать там, быть христианином, знать армянский язык. Но нужно было еще очень люто, непримиримо ненавидеть мусульман. Ну, и турок, в частности. Сегодня Армении называют маленькое государство в Закавказье. Всем это известно. А современные армяне имеют уже более серьезные критерии для самоопределения. То есть, во-первых, появился суффикс Ян. И, собственно, сами фамилии появились. Примерно лет сто назад. Вот. Окончательно сформировался армянский язык. Вот. Он получил словари, учебники, толковые словари. Ну, различные. Он уже стал полноценным языком. Вот. На котором владеют, кстати, тоже только армяне. Вот. Никто им владеть больше не собирается. Стал государственным армянский алфавит, которым пользуются тоже исключительно армяне. И, наконец, традиционная версия истории. Созданная армянскими учеными. Стала обязательной для каждого армянина. Это тоже важный критерий. У тебя может быть фамилия. На Ян, на Янс, на Уни, на что угодно. Ты можешь говорить по-армянски. Ты можешь писать по-армянски. Ты можешь любить армянскую культуру. Но если ты не признаешь официальную версию армянской истории, ты уже будешь армянином. Но не совсем. Теперь армян отличить от других народов стало гораздо легче, чем 400 или 500 лет назад. Когда, как вы помните, армянами называли просто жителей региона Армении. Вот живешь ты здесь, родился. Значит, армянин. Не важно, ты на турецком, на арабском, еще на каком-нибудь разговариваешь. Какой месседж посылал блок Армении избирателям? Роберт Кочарян пытался послать избирателю месседж о том, что все, что не партия Дашнак-Сутюна и возрождено на этом Армении, это не Армения. И избиратель, который проголосовал не за этот блок Армении, он либо глуп, недальновиден, недостаточно образован и, возможно, даже недостаточно патриотичен. Он не понимает, за кого нужно голосовать. Он не понимает, что голосовать нужно за Армению. Это месседж о том, что внутри Армении есть какая-то другая Армения, более армянская. Вот именно так формировался наш народ. От него отваливались огромные массы людей, потому что они переставали подходить под обновленные критерии. Критерии ужесточались. В этот процесс вмешалась политика. И этот процесс стал запутанным, грязным. И на сегодняшний день здравомыслящему человеку в нем уже почти невозможно разобраться. А попробуйте отказываться, выйти за рамки этих критериев, которые вам поставили, выйти из этой клетки и увидеть себя со стороны. А пока что этот процесс продолжается благодаря соответствующим партиям, идеологам.